Праздник Этот праздник празднуется 7 дней и в среду и пятницу на предстоящей неделе нет поста, дни такие же праздничные и непостные, как и неделя после Пасхи, когда также мы постов не соблюдаем, а всю неделю празднуем особенным образом воскресение Христова. Хотя воскресение Христово мы празднуем 39 дней, но первые 7 дней мы празднуем особенным образом, когда служатся особенные богослужения, когда не считаются, как обычно, утренние и вечерние молитвы, то есть это празднование Пасхи, оно отличается от празднования всех других праздников. Чтобы подчеркнуть важность праздника Святой Троицы, Церковь также отменяет пост в среду и пятницу на предстоящей неделе во все дни попразднанства праздника Троицы. В следующее воскресенье Церковь будет праздновать память всех святых, а со следующего понедельника всегда начинается от Петров пост, который продолжается до праздника святых апостолов Петра и Павла. В дни празднования Святой Троицы мы вспоминаем сошествие Святого Духа на апостолов, которое случилось ранним утром в день Еврейской Пятидесятницы. Мы знаем, что Господь воскрес в первый день после Еврейской Пасхи, а празднование Еврейской Пятидесятницы Господь не спасал на апостолов Духа Святого в виде огненных языков. Ранним утром в первый день после субботы, когда апостолы были собраны вместе, послышался шум, как гром, как ветер, как буря, и явились 12 огненных языков и сошли на святых апостолов. К тому времени число апостолов опять вернулось к числу 12, ибо вместо Иуды Искариота, который отпал от числа апостолов по жеребию, был избран апостол Матфий. Поэтому на 12 апостолов сошла благодать Святого Духа. И настолько апостолы переменились, что до этого, будучи неграмотными рыбаками, они стали понимать священное писание во всех тонкостях, как им открыл Дух Святой. Они стали грамотными, и они стали говорить на всех языках народов мира. По крайней мере на языках тех людей, которые пришли в эти дни поклониться Иерусалимскому храму. Чтобы их услышало как можно большее количество людей, они вышли на крышу этого дома и стали с крыши одновременно говорить на разных языках. Это тоже было чудо, что люди слышали одновременную речь всех 12 апостолов на разных языках, но слышали только тот язык, на котором они сами разговаривали. И апостолы небоязненно проповедовали явление Господа Иисуса Христа здесь на земле, его крестную смерть, его воскресение и грядущее его второе пришествие, как он и обещал в день своего вознесения. И призывали всех уверовать и креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа, как заповедовал им Господь. И в этот день более 5000 человек, паломников Иерусалим, приняло крещение и присоединились к Церкви Христовой. В память об этом вечером в день Пятидесятницы совершается вечерня, на которой мы впервые после Пасхи становимся на колени и просим Господа не спасать и нам благодать Пресвятого Духа, как Господь не спасал ее на святых апостолах. Также в этих молитвах мы призываем благодать не только на себя, но и на всех живущих на земле людей и на всех усопших, отшедших в вере и надежде воскресения отцов, братьев и сестер наших. Продолжая как бы поминание усопших, которое было начато в Троицкую Родительскую Субботу накануне. Как бы завершая вот это поминовение усопших и соединяя в молитве живых усопших и самого Господа в единое целое, как об этом и сказал нам Господь. Господь сказал, что я есть истинная виноградная лоза, вы же ветви. Не могут ветви жить без лозы, так и вы без меня не можете творить ничего. После этого в церкви опять отменяются коленопреклонные молитвы до вечера следующего воскресения, когда начинается уже богослужение, посвященное постным дням, Петрову посту. Впервые после Пасхи мы становимся на колени, а потом опять семь дней в храме прекращаются коленопреклонные молитвы. По традиции в Православной Церкви на Второй День Троицы совершается особое поминание Святого Духа. Это поминание установлено после того, как Западная Церковь отделилась от Восточной и стала называться Католической, мы же стали называться Кафолической Церковью или Церковью Православной. Разделение произошло потому, что в Западной Церкви стали неправильно почитать Святого Духа, говоря, что Дух Святой не равнозначен Сыну и Отцу, а посылается в мир от Отца и Сына. Таким образом, вносится иерархия в Святую Троицу, Дух Святой становится подчиненным Отцу и Сыну, а Сын, поскольку рожден от Отца, соответственно, занимает среднее место, а Отец возвышается над Сыном и Духом. Тем самым, получается, что в Церкви недостаточно Духа Святого, который сошел на апостола в день Пятидесятницы. Нужно и присутствие некого заместителя Единородного Сына Божия. И католики считают, что таким заместителем является апостол Петр, а после его блаженной кончины преемство апостола Петра занимает римский епископ, который ныне называется Папой Римским. И чтобы возвысить роль Папы Римского во всей Церкви, и было принято это католическое учение о исхождении Духа Святого от Отца и от Сына. Для того, чтобы мы православные лучше уяснили учение православной Церкви о Духе Святом и принято на второй день праздника Троицы праздновать в честь Святого Духа и на проповеди еще и еще раз слушать православное учение о Духе Святом. Для того, чтобы мы не ошибались в деле нашего спасения, чтобы считали, что достаточно нам благодати Святого Духа для спасения, и не обязательно для этого почитать римского епископа. Мы же своих епископов православных тоже почитаем как преемников апостолов святых, но при этом не превозносим их до божественного достоинства, как делают католики с Папой Римским. На предстоящей неделе также в Православной Церкви Беларуси и во всей Русской Православной Церкви совершается память преподобной Ефросине Гумени Полоцкой. Это празднование происходит 5 июня. Накануне во всех православных храмах Беларуси совершается полилейная и любденная служба, особенно в тех храмах, которые посвящены в честь преподобной Ефросине Полоцкой. Также и в монастыре в Полоцке, который был основан преподобной нашей матерью Ефросиней, также совершается великое празднество и совершается честование мощей преподобной Ефросине Полоцкой, которые пребывают в этом святом монастыре. На следующий день, 6 июня, в Русской Православной Церкви совершается память прославления Блаженной Ксении Петербургской, которая также много послужила Православной Церкви своим житием и своим благотворением ко всем людям, которых она встречала на своем жизненном пути. Она называется Блаженной, потому что приняла вид внешне безумия, хотя те, кто ее знал близко, понимали, что это внешний образ какого-то безумия является для нее как покрывалом, под которым она скрывала свои добродетели, «Памятуя Слово Божие, что если вы хотите быть высокими перед людьми, то будете низкими пред Богом, а для того, чтобы быть высоким пред Богом, нужно быть низким перед людьми». Поэтому по внушению Святого Духа Блаженная Ксения приняла на себя такой подвиг юродства, блаженства. И вот в этом образе она прошла свой жизненный путь своими молитвами и чудесами, которые Господь творил через нее, помогла многим людям обрести веру, обрести жизненное благополучие. И показала на своем примере, что Господь слышит молитву праведника и все исполняет, что праведник попросит у Господа. Памятуя об этом, будем подражать преподобной Ефросине Полоской, будем подражать блаженной Ксении Петербургской, будем подражать святым апостолам, которые с проповедью прошли всю Вселенную, ведомые благодатью Святого Духа. Не будем терять эту благодать в различных греховных своих падениях, а если и случится такое с нами, то поспешим в Церковь, где в Таинстве Исповеди и Причастия вновь вернем себе благодать Святого Духа и пойдем вот этим путем спасения, не только помогая себе обрести веру, но и помогая всем людям, кто рядом с нами. Да поможет нам в этом Господь благодатью Святого Духа. Спасибо Вас, Господи.